Приветствую! В этом видео я хочу рассказать свои отношения компании Skyway, которой я недавно, собственно, стал инвестором. Даже, наверное, не компания, это вообще не компания, это не фонд, это не инвестиционный проект, это не сообщество, да, то есть та терминология, которая у нас сейчас заполняет просторы интернета. Это идея и это конкретный продукт струнный транспорт Юницкого. Ну, наверное, год назад я услышал про эту компанию Skyway Юницкий инвестиций, вот в таком формате я это услышал, и, соответственно, у меня, как у обычного гражданина нашей страны, у которого достаточно много стереотипов, такая база стереотипов, я сразу же вот так вот отмахнулся, вот, и спустя год, всегда же интересно, да, что это не закрывается, хайп там какой-нибудь, пирамида там, спустя год я более подробно решил разобраться, начал с чего, кто такой Юницкий, и увидел, посмотрел несколько видео, ну, например, вот такое. Я родился в деревне Крюки, я там вырос, я учился в школе, я бегал там босиком, так вот, в деревне Крюки самое сильное загрязнение в Белоруссии, там волосы дыром стоят и щелкают от радиации, вот я был там недавно, еще раз, надо самому увидеть, я понял, что я потерял родину навсегда потерял, понимаете, надо прочувствовать, помнить, когда ты вот босиком бегал, здесь жил, и видеть совсем не то, и понимать, что ты это уже никогда не будешь, ты навсегда это потерял, так мы все потеряем вот так, понимаете, я это понимаю, не только Крюки, не только Брагнинский район, а всю страну, всю планету, понимаете, мы технократическая цивилизация, запомните это, ведь нефти меньше и меньше, газа меньше и меньше, урана все меньше и меньше, а проблем все больше и больше, а жить хочется все лучше и больше, не откажемся мы ни от света, ни от телевизора, должен быть новый этап, мы предлагаем вынести индустрию и энергетику в космос, закрыть рудники, шахты, похоронить сети электростанций, потому что они на земле не нужны, одного запуска, ротора будет достаточно для выведения в космос миллиона тонн грузов, так это он сумасшедший, да, Анатолий Эдуардович Юницкий, инженер из Гомеля, кстати, насчет сумасшедших, было время, его тоже считали не в своем уме, отца Алковского, Константина Эдуардовича, представьте себе, любая идея, опередившая время, поначалу кажется бредом, зато потом воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Дальше я начал разбираться более фундаментально, на каком уровне, то есть понятно, да, это наш российский ученый, ну, с Белоруссией, у которого есть проект жизни, да, миссия, которую он ведет, на каком уровне вообще все это происходит. Я посмотрел еще информацию, еще видео. На выступление, пожалуйста, сначала слово губернатору Ульяновской области, пожалуйста, Сергей Иванович. Спасибо. Дмитрий Анатольевич, на мой взгляд, нам надо не столько и не только догонять остальной мир, мы сегодня об этом говорили уже здесь, сколько обгонять его в принципиально новом направлении. И я уверен о том, что нашей стране сегодня нужна такая большая, амбициозная сверхзадача. На мой взгляд, ей может стать транспорт нового поколения, который может эксплуатироваться в любых условиях, быть самым экономичным и экологически безопасным. И я веду, может быть, для некоторых покажется достаточно странным вид в транспорте, но я хотел бы сказать о том, что такие разработки у нас есть. Это струнный транспорт Юницкого. В вопросах разработки по струнным технологиям мы, как минимум, на 15 лет опережаем Запад. Струнный транспорт может стать новой формой развития общественного транспорта, как внутри мегаполисов и крупных городов, так и в сообщениях между ними. Я могу привести примеры экспертов. При обеспечении расчетной скорости движения 350 км в час и объеме перевозок до 100 тысяч пассажиров в сутки, трасса Москва-Санкт-Петербург, работающая на струнном транспорте Юницкого, будет на 700-800 миллиардов рублей дешевле аналогичной высокоскоростной дороге в эстакадном исполнении. При себестоимости перевозок до 350 рублей на пассажира. А исполнение железобетонных взлетно-посадочных полос по струнным технологиям повышает их несущую способность ровность и долговечность покрытия, безопасность взлетки и посадки самолетов. Экономия только на одной такой взлетно-посадочной полосе, опять же, как говорят эксперты, составляет не менее 1 миллиарда рублей. Вот поэтому мы в Ульяновской области приняли решение и создали буквально на этой неделе инновационный центр струнных технологий с полигонами с республикционных и демонстрационных трасс. В перспективе мы будем строить в Ульяновске городскую трассу подвесного струнного транспорта Юницкого. Я хотел бы внести предложение в перечень поручений по итогам Госсовета следующие пункты для правительства Российской Федерации. Рассмотреть вопрос о включении струнных технологий в перечень критических технологий Российской Федерации. Включить вопрос о разработке и реализации новой инновационной транспортной технологии второго уровня струнного транспорта Юницкого в транспортной стратегии Российской Федерации с последующим формированием федеральной целевой программы. Спасибо. Спасибо. У вас интересное выступление, Сергей Иванович. Я не знаю, что из названных вами новых видов транспорта может быть реализовано в ближайшей перспективе, но как минимум это желание думать о будущем. Полет фантазии. Я посмотрел тут наши коллеги, представляющие крупнейших российских перевозчиков, так улыбались в кулак. Ну, напрасно. Иногда нужно уметь мечтать. Я думаю, что когда лет 200 назад или там 150 лет назад рассказывали про паровоз, то специалисты в области конных перевозок так же сидели и так улыбались, типа, чушь какую-то рассказывают. Но потом из этого получила целая отрасль, которую, кстати, вы возглавляете. Именно это, кстати, и есть инновации, если уж так по-честному. Но такие уже серьезные. Дмитрий Анатольевич, давайте включим в проект поручения, и мы докажем буквально через несколько лет о том, что мы будем с вами самыми лучшими в мире. Давайте включим, финансирование найдете, и, так сказать, иногда всем все докажем. У нас, кстати, по струнному транспорту Юницкого есть стратегические партнеры, мы начиная со следующего года начнем этим заниматься. По поводу этого струнного транспорта, о котором вы говорите, я не даром на это отозвался. Мне вот этот проект принесли лет 8 назад. Я просто помню его. Эта бумага начала ходить 8 лет назад. Я так понимаю, что за это время ничего не сделано. Либо этот проект нереальный, либо действительно никто не хочет помогать. Дмитрий Анатольевич, совершенно верно, у вас есть ваше поручение, еще работая в правительстве. Но, к сожалению, все написали о том, что очень интересный проект, жизненно необходимый, но это не принадлежит нашему ведомству. Это от Минтранса и от других агентств. И все так оттолкнулись технично. Ну ладно, понятно. Значит, будем продолжать работу. Когда я увидел, что это все оглашается на уровне президента, и президент, как вы видите, сказал, найдите деньги сами. Мне стало еще более интересно. А что, начали искать? Начали. Краудфандинг или народный интернет финансирования идей. Более четверти миллиарда долларов за несколько лет собрано на поддержку 25 тысяч проектов в науке и культуре. Практику, известную на Западе, перенимают и у нас. Илья Костин подробнее. Суть краудфандинга, от английских слов крауд, толпа множества и фандинг, финансирование, заключается в том, что люди добровольно объединяют свои усилия и средства, чтобы поддержать в интернете чьи-то разработки. Технология представляет собой новую транспортную систему. Чтобы понимать разницу, можно привести пример, что автомобиль не является транспортной системой. Это элемент транспортной системы, потому что Форду не приходилось строить и проектировать дороги, асфальт, станции, вокзалы, терминалы, светофоры, семафоры, переходы. Но много чего другого, что он входит в систему. Самолет тоже не является системой, потому что разработчики самолета, они проектируют аэропорты, системы управления наземные и так далее. Поэтому системы, наверное, создали только вот Сименс, поезд на магнитной подушке. Потом высокоскоростные железнодороги, которые в свое время создали японцы. В систему были вложены огромные деньги. Огромные. То есть нельзя сделать транспортную систему, не вложив десятки миллиардов долларов. И в истории таких примеров не было. Поэтому мы делаем систему, которая включает в себя дорогу принципиально нового типа. Это стакада. Причем она другая стакада, чем те, что используются сегодня. Это принципиально другой подвижной состав. Он другой во всем. У него другие вводы, другая аэродинамика, другой подвес, система пираний, колеса и так далее. И другая инфраструктура, потому что это инфраструктура второго уровня. Другие стрелочные переводы, другая система управления. Другого типа станций, вокзалы, терминалы и все остальное. Вот это является системой. И мы ее делаем. Новую систему. Выводим на новый рынок. Рынок второго уровня. То есть когда транспортная система размещена не на поверхности земли, а над землей. Вообще, давайте вот именно в середине этого видео еще более подробно поймем, что же такое струнный транспорт. Сегодня информация доставляется за секунды, деньги за минуты, а грузы месяцами. Очевидный разрыв между информационными и транспортными технологиями все настойчивее требует увеличить скорость перевозок. Создание транснета, транснациональной коммуникативной системы, сегодня уже очевидна необходимость. Покрыть весь мир дорогами, скоростными, безопасными, энергоэффективными и экологичными. Струнный транспорт Юницкого отвечает всем этим требованиям. Тем не менее, с идеей инновационной дороги разработчик безуспешно ходит по инстанциям уже почти 30 лет. Движение струнного транспорта числяется по рельсу-струне, или струнному рельсу, который имеет огромную прочность и огромную жесткость, в том числе и изгибную жесткость. Это не канат. Это корпус рельса, головка рельса и, собственно, струна. И все это объединено наполнителем в единую конструкцию. Юнибус развивает скорость от 350 до 500 км в час. То есть из Москвы до Питера можно доехать за полтора часа. Дорога расположена на 30-метровой высоте над землей. Проект предусматривает проходимость в глухой тайге и вечной мерзлоте. Строительство инновационной дороги не требует особой инфраструктуры и высококвалифицированной рабочей силы. Кроме того, стоимость прокладки струнных рельс дешевле любого другого вида транспорта. Единственным недостатком струнной дороги Анатолий Юницкий считает отсутствие сертифицированных рельсов, на которых можно было бы показывать заказчикам преимущество СТЮ. Но через пару лет этот досадный недостаток исчезнет. В Дубне уже строится центр продаж струнных технологий. Технически можно об этом говорить очень много. То есть это технически просчитанная система, обоснованная, экспериментально опробованная. И она сегодня находится уже в стадии абсолютно технического внедрения. То есть строить эти трассы можно было еще вчера. Совсем недавно прошла информация о том, что губернатор Югры Александр Филипенко хочет соединить Ханты-Мансийск и Сургут струнной дорогой за счет частных инвесторов. В Центральной России таких энтузиастов, конечно, не найдется. Не стоит забывать, что дороги – это одна из самых закоррумпированных российских систем. В прошлом году на строительство и ремонт автодорог федеральный бюджет выложил триллион триста тысяч рублей. Это 3% ВВП страны. Эти суммы традиционно обогащают миллионы чиновников, подрядчиков и строительных компаний. Сдвинуть эту структуру пока не удалось никому. Низкокачественные километры дорог уже давно воспринимаются как данность, а не как проблема, которую надо решать. Система вот этих госдотаций устроена таким образом, что эксплуатирующие организации, ремонтные организации, подрядные организации, они заинтересованы в завышении расходов. Дорожникам намного более выгодно каждый год тратить деньги на ремонт дороги бюджетной, которые, кстати, каждый год закладываются в бюджет с одной стороны, чем построить дорогу, которая не будет ломаться. Невыгодно. Очевидно, что при серьезной нехватке магистрали транспортные сети будут двигаться вширь, а не вглубь. Подтверждением тому стала недавняя презентация скоростного поезда «Сапсан». РЖД закупило 8 немецких поездов общей стоимостью 276 миллионов евро. 30-летний контракт на ремонт и обслуживание стоил еще 354 миллиона. Плюс около 100 миллионов на депо. Но чтобы «Сапсан» развивал техническую скорость 350 километров в час, нужно полностью перестраивать еще и само железнодорожное полотно. А это ни много ни мало 50-60 миллионов долларов за километр. У нас мало вариантов что-либо развивать без новой инфраструктуры. Новой в прямом смысле от систем связи и транспорта до систем навигации. У нас сегодня единое пространство в России сохраняется только, по сути, тремя операторами большой тройки, да, мобильной связи, и единым рублем. По скромным оценкам, прибыль от «Транснета» составит более 30 триллионов рублей в год. Плюс обслуживание сети. К этому стоит еще добавить, что удаленные регионы будут вовлечены в экономику страны. Количество грузовых перевозок увеличится в разы. По словам Анатолия Юницкого, заказчиков на струнный транспорт достаточно, и все они иностранцы. В итоге разработчикам остается либо продавать «Транснет» за границу, либо ждать благосклонности государства и повторить судьбу монорельсовой дороги. Последним принципиально новым средством передвижения стал монорельс. В Москве его построили пять лет назад, и только в начале 2008-го он стал полноценным видом общественного транспорта. Безопасным и экологичным. Городским властям нередко приходится за него оправдываться. Скорость монорельса не превышает 20 км в час, а сам проект так до сих пор и не окупился. Тем не менее, когда в России впервые в мире построили монорельсовую дорогу, ее преимущества казались фантастическими. Правда, было это 200 лет назад. Екатерина Мишина, Евгений Ломовцев, Алексей Мжельский, Эксперт ТВ. После того, как я изучил даже первый, в принципе, сет информации, я очень многое понял. Дальше уже выработалось собственное отношение к этому делу, которое я, в принципе, готов сейчас озвучить. Что такое струнный транспорт Твеницкого? Это экология прежде всего. И задумываетесь ли вы о том, в какой стране или в каком мире будут жить дети? У нас, у людей очень размыто понятие время. Мы живем сегодня вот так, и нам кажется, что как будто мы всю жизнь так и жили. Буквально 10 лет назад, еще, может быть, 15, практически не существовала сотовая связь. Для того, чтобы кому-то позвонить, нужно было прийти домой или на улице к какому-то терминалу и позвонить. Еще 30 лет назад люди не понимали вообще, что такое персональный компьютер. Вообще такого понятия не было. Если посмотреть во времена наших дедушек и бабушек, то наша планета была более экологически чистой. Не было вот таких промышленных предприятий, заводов, которые засирают окружающую среду. И я понял, что очень быстро время меняется. И буквально через 10 лет мы будем жить в том мире, который сейчас мы даже не можем представить. Даже не можем его, в принципе, понять, как к таким изменениям может что-то прийти. И для меня, как для отца двоих, а вот в следующем месяце, дай бог, троих детей, очень важен вопрос, в каком мире, на какой планете, в какой среде будут жить мои дети. Потому что время очень много меняется, очень быстро меняется все в нашем мире. И вот возможность принять участие и делать мир лучше, она меня вдохновляет, меня вдохновила. В частности, струнный транспорт, Skyway, это возможность каждому человеку, неважно, работаете вы на работе, студент, ну в принципе, даже в приоритете тем людям, которые либо имеют уже детей, либо планируют задуматься и принять активное участие в формировании нашего будущего и будущего наших детей. Для меня это один из самых актуальных вопросов в жизни. Поэтому я инвестирую в Skyway, инвестирую в технологию, инвестирую конкретно в Юницкого. Потому что очень важно, кто ведет этот проект. Я сам имею принципиальную позицию по жизни не сдаваться, доводить до конца. Да, неважно, я максималист, я могу всегда ошибаться в сроках, то есть то, что я хочу сделать за год, я могу сделать за 5 лет. Но факт в том, что я человек упертый и я делаю. Так вот, глядя на то, что на протяжении нескольких десятков лет делает Юницкий, я абсолютно импонирую этому человеку, его подходу и с огромным удовольствием помогаю. Принял решение помогать, быть, может быть, не ключевой фигурой инвестором, который инвестирует миллионы долларов, но ежемесячно я инвестирую 50 долларов. Почему именно ежемесячно? Потому что это реальная компания, это не хайп, это не фонд, это не сообщество, где, в принципе, никаких лимитов, никаких ограничений, никаких, в принципе, условий нет. Это компания, для которой важно существовать. То есть там работает огромное количество архитекторов, инженеров, и им нужно ежемесячно платить зарплату. Ежемесячно нужно оплачивать коммунальные платежи за офисы и так далее, и так далее. Заложен, закладывается нулевой километр, ведется уже создание прототипа, то есть там уменьшенная модель, идет строительство на полигоне, и для этого всего ежедневно нужны средства. Поэтому я инвестирую не как какой-то разовый инвестор в какой-то инвестиционный проект, а я присоединяюсь и участвую в создании транспорта будущего, транспорта второго уровня, именно как человек, который помогает этой идее реализоваться, собственно, материально в нашем мире. Поэтому каждый месяц я буду инвестировать 50 долларов для того, чтобы эта технология развивалась, для того, чтобы именно наш российский народ посредством кролл инвестинга, то есть народного финансирования, взял на себя такую заслугу, как создание транспорта будущего. Мне очень нравится, как Михаил Задорнов снимает фильмы, и в конце написано «Снято на деньги народа». Это очень важно, имеет ли народ самосознание, имеет ли народ вот такую государственность, которая была в Советском Союзе, когда мы именно народом создавали свое государство, в котором живем. Вот в настоящий момент у нас это отсутствует, и я думаю, что многие со мной согласятся, что этого не хватает. Именно нужно объединяться на фоне каких-то серьезных вещей, которые не только личную выгоду переносят, но и возвышают страну, в которой мы живем, и создают будущее для будущего поколения. Вот так вот. Что такое Экотехнопар Skyway? Это центр практической реализации инновационных технологий Skyway, их международной экспертизы и сертификации. Именно отсюда инновационные технологии Skyway выйдут на мировые рынки и сформируют природоориентированную глобальную инфраструктурную систему. Совокупный социально-экономический эффект от повсеместного внедрения на планете технологий Skyway составит триллионы долларов в год. Небесные дороги позволят экономить ежегодно миллиарды тонн топлива и на порядок снизить объемы вредных выбросов в атмосферу. Они сохранят в жизни более миллиона человек в год, которые сегодня гибнут в автовариях по всему миру. И более 10 миллионов человек ежегодно будут спасены от травматизма и инвалидности. Инновационный транспорт второго уровня небесной дороги изменит облик современных городов. Создаст безопасную, комфортную среду для жизни, подняв дороги над землей и предоставив ее людям. Автомобиль сегодня из двигателя прогресса превратился в угрозу для жизни человека, ведь города строятся для автомобилей, а не для людей. Требуется альтернатива в виде принципиально иного вида транспорта, отвечающего современным потребностям мирового сообщества и глобальной экосистемы, биосферы в целом. Кто из вас вспомнит, как вы отреагировали лет 20 назад на слово интернет? Вызвало ли это слово благоговение? Осознали ли вы тогда масштаб такого явления, как интернет? Вряд ли. А сегодня мы не представляем себя без интернета, мы в нем работаем и живем. Подобно интернету сегодня транспортно-инфраструктурной технологии Skyway в будущем дадут еще более мощный технологический прорыв для человечества, способный и изменить, и сделать безопасной и комфортной средой обитания на нашей планете, а также способы физической коммуникации людей. Транснет – сеть надземных скоростных магистралей Skyway, опаяшет в ближайшие десятилетия всю планету и позволит объединить людей на всех континентах. Создаст деловую и социальную сеть в пространстве реального мира, в разы увеличив скорость перемещения людей и грузов и в разы сократив любые транспортные расходы. Небесные дороги Skyway имеют самые большие потенциальные мировые рынки на планете. Более крупные, чем, например, мобильная связь, компьютеры, электроника, которые уже сегодня имеют рынок избытов в триллионы долларов в год. Хотя совсем недавно они начинались в гараже, и практически никто не верил в их коммерческий успех. В экотехнопарке Skyway в ближайшие два года будут продемонстрированы сертифицированные транспортно-инфраструктурные технологии. Первое. Высокоскоростной международный Skyway. Скорость до 500 км в час. Объем перевозок не менее 200 тысяч пассажиров в сутки. В 20 раз дешевле высокоскоростной железо-дороги в эстакадном исполнении. В 5 раз более низкое энергопотребление. И в 7 раз более низкая себестоимость проезда. Второе. Городской Skyway. Скорость до 150 км в час. Объем перевозок не менее 20 тысяч пассажиров в час. Дешевле подземного метро в 50 раз. В 2 раза более низкое энергопотребление. И в 3 раза более низкая себестоимость проезда. Третье. Грузовой Skyway. Объем перевозок до 200 млн тонн в год. В 2 раза дешевле промышленного конвейера. В 5 раз более низкое энергопотребление. И в 3 раза более низкая себестоимость транспортировки. Четвертое. Подвижной состав. Промышленные образцы высокоскоростных и городских рельсовых автомобилей на стальных колесах. Грузопассажирских юнибусов и грузовых юникаров. Пятое. Автоматизированные системы безопасности, управления, энергобеспечения и связи. Построенные в новой логике. Путевая структура и подвижной состав будут умными и с электронными органами чувств. В том числе с промышленным зрением. Шестое. Транспортная инфраструктура. Станции, вокзалы, ремонтные мастерские, погрузочные и разгрузочные терминалы, стрелочные переводы. Созданные специально для транспорта второго уровня Skyway. Седьмое. Сопутствующая инфраструктура для жизни, работы, отдыха и развлечения людей. В том числе фрагменты линейных городов. Восьмое. Промышленное производство гумаса из белорусского торфа. Чтобы по миру можно было строить не только современные дороги, линейные города, производственные кластеры и города-спутники. Но и параллельно зеленять пустыни и осваивать и заселять шельфы морей и океанов. Эко-технопарк строится на закрытой территории логики на сто лет. Так как и через сто лет нашим потомкам, акционерам группы компании Skyway, нужно будет совершенствовать технологии и вводить на рынок новое поколение ее конструктивных и технологических элементов. Здесь постоянно будут создаваться инновации и ноу-хау. И здесь же, подальше от конкурентов, проверяться и совершенствоваться. Так мы обгоним всех и навсегда. Субтитры создавал DimaTorzok